Всем привет, это канал Курага! И с вами Лера, Женя и Лена! На самом деле я бы хотела, чтобы наше видео было серьезным, потому что я хочу поговорить о итогах уходящего 2017. Может начнем еще раз тогда? Всем привет, это канал Курага. Да, с вами Лена, Женя. И кто-то еще? Лера. Нечего смеяться тут. Ну, у меня есть два самых главных этого. Первое это канал Курага. Да, друзья, естественно, сейчас должны быть аплодисменты. Самое главное, что мы хотим сказать, что мы снимаем для вас от чистого сердца, потому что мы правда кайфуем, когда это делаем. Да, исключительно в удовольствии. Да, потому что мы читаем ваши комментарии, которые нам душу греют. Надо как-нибудь снять видео и на видео почитать комментарии. Пишите, очень интересно, какое пока что на данный момент ваше любимое видео на канале Курага. Да. Мы вот в этом году стали блогерами и очень надеемся, что скоро-скоро получим кнопочку YouTube. Да. Спасибо вам большое, ребята. И это прямо лучи добра и благодарности вам. Счастья, здоровья, любви и процветания. И чтобы на ваших лицах всегда сияли улыбки. Когда вы смотрите канал Курага. Да. Всегда, чтобы у вас было позитивное настроение. Да. Да, мы замечаем, что вы пишите о том, что у нас иногда звук говно. Вы думаете, мы не слышим этого? А что делать, ребят? Мы учимся. Мы все сразу. Москва не сразу строилась. Мы обязательно исправимся, исправимся. Вот, чуваки, на мой взгляд, нормальный звук. Уж не такой порожняк, как вы об этом пишите. Ну да. Мне всегда все понятно. Я вот могу сказать, что в этом году у меня была замечательная поездка, которая запомнилась мне надолго. Это была поездка в Грузию. Я снимала, кстати, для вас влог. Я поняла, что, наверное, выпускать отдельно влог, думаю, для вас это будет не очень интересно. И вообще мне говорят, что в путешествии не всем интересно смотреть. А мне очень интересно. Именно поэтому я бы хотела в этом видео, если вы не против, девчонки, я повставляю немножечко моментов из Грузии, самых, наверное, таких ярких, чтобы вы чуть-чуть ощутили, как же там на самом деле замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Потому что у меня ребенок маленький, это было очень сложно, когда он только учился ходить, когда он еще не мучился писать в горшок, делает это на пол, на диван, везде. Тут же у меня появляется собака, которая еще в десятки раз хуже этого маленького ребенка, которая все пожирает, и я мало того, что со всем этим справилась, я никогда на них не орала. Я до сих пор ни разу не орала на ребенка. Нет, голос там поднимала из серии там «Ай-яй-яй! А-та-та!», но так, чтобы орать, типа, обзывать ни разу. Я считаю, что это потрясающая выдержка. Молодец. Ну, то есть я никогда не выходила из себя до сих пор, ребята, это просто чудо. Я хочу очень снять, начинать снимать рубрику, которая называется «Реальные маны». И звать каких-то еще блогеров, где мы будем рассказывать о материнстве, о том, как это есть. Ребята, поверьте, это, с одной стороны, очень смешно, ну, смешно настолько, что хочется плакать. То есть рубрика «Реальная мама» — это просто была бы бомба. Прямо, реально, я вам такой трешняк, ребята. Ах, х**! Как такой ходит маленький! Кал-тон! Кал-тон! Как в фильме, помните? Да, да. Вот, наконец-то мы с моей второй половиной возвращаемся домой. Год даже больше мы ездили по сельному квартиру. А в этом году мы возвращаемся домой. А у меня в этом году появилась стиральная машина. Я не ношу вещи к маме стираться, стираю их дома сама. Это так прикольно, покупать стиральный брошок, засыпать. Смотреть, как это все крутится. Прямо, чем древнее. Я забыла еще сказать, что в 2017 году, буквально недавно, это в ноябре, даже с октября на ноябрь, я прошла 40-дневную практику в кундалини-йоге. Вот для чего, вот она гордость для меня, я даже забыла. Тоже есть еще одна крутая штука. Я же за руль села. Я теперь автомобилист даже сама умею заправляться. Заправляться. А я в этом году вообще занималась боксом, диджейингом, танцами. И вообще у меня все с ног на голову перевернулись. Вы знаете, когда очень много всего происходит, для тебя все эти события уже как серые будни. И поэтому ты даже не можешь вспомнить, что стало. Да, очень много всего, но будет насыщенной бурежностью. Замечательно, что есть это видео, потому что на самом деле мы стали те вещи, которые мы сделали в этом году, ценить гораздо больше. А еще, наконец-таки, что... Самое главное! Да, мы встретились, ребята, с вами, с нашими поклонниками. Спасибо вам огромное. Это было очень круто. Надеюсь, что повторим. И не только, может быть, в Москве. Я, девочки, хочу вам сказать, что 2017 год, спасибо вам большое. Он потому что был действительно с какими-то новыми возможностями. Потому что для меня 2016-й был просто адовым адом. У меня адочка и в этом году была, конечно. То есть для меня этот год просто вообще спасибо. Спасибо 2017-й. Очень много возможностей. А представляете, как будет клево в 2018-м? Еще круче. Но об этом мы расскажем в следующем году. Впоследок я хотела бы показать вам небольшой кусочек со своего дня рождения. 23 декабря. И сегодня в 12.05 мне исполнилось 29 лет. Это нютик. Горжусь нюткой. Она человек просто... Не у меня день рождения. Никогда заранее не договариваемся о встрече. Да, в общем, все спонтанно получается. Мы всегда созваниваемся, нютик соскучились. Она говорит, я тоже. Все, приезжайте. От нютки уезжаешь, и сразу какая-то наполненность уверенностью, позитивом. Серьезно? Хочется сразу же горы сворачивать. Но ненадолго хватает нютик. Придется почаще видеться. Хилис. Ну, вообще, ее Ира зовут. Но я не люблю ее назвать Ирой. Поэтому она даже не Хилис, она Хиликс. Напьется, да, напьется и будет вечером нам петь прекрасные песни. Она пишет очень хорошие песни. Такая, знаешь, это даже не реклама, понимаете? Это искреннее мое ощущение этого человека. Это Матвей. Без него тусовки проходят скучно и грустно, потому что Матвей – это просто какая-то жизнь, радостная прелесть. Роман. Роман очень люблю, тоже очень творческий человек. Вокруг меня вообще все творческие люди, я этому безумно-безумно рада. А мы-то как все рады. Роман, кстати, тоже поет, причем читает рэп, и так как он читает рэп, не читает никто. У Романа есть вторая половина – любовь. Это Вика. Вообще не очень приятный человек. Учится где? Таможенном, да? Да, я буду считать таможенной. Я, кстати, раньше очень хотела стать работой на таможне. И слава богу, что не стала. Девчонки. Первый опоздун – это Женька Огурцова, которая едет на своей машине по такой отвратительной, ужасной погоде. Я надеюсь, она нормально приедет, потому что, когда мы ей звонили, она взяла трубку и сказала «Я еду, мне страшно!» И положила трубку. Я тут на нее жаловала и жаловалась, а она молодец! Она паркуется, понимаете? Да, Женечка, ну? У тебя рождение, пупсик! Вот мы желаем тебе, чтобы у тебя дух, разум и душа были в гармонии. Короче, пусть твоя любовь всегда будет рядом. Потому что все слова меркнут, когда материнское сердце хочет что-то сказать. Ну, просто, наверное, не придуманное ли еще. Все тут. А где наш папа? А папа уехал за опоздавшей моей сестрой. Два года назад я родила и поняла, что, в принципе, как бы день рождения – это вообще не праздник ребенка, это праздник матери. Это праздник матери. Извини. Смотрите на этот торт. Господи! Свечи на торте можно задавать только до 7 лет, а потом считается, что ты сдуваешь свою судьбу или сдуваешь свою судьбу. Что-то вроде этого. Короче, ребята, если вам больше 7 лет, то никаких свечей на торте, блядь, быть не должно. Но я уже снимаю этот ролик уже минуту почти. У меня еще предыдущик, что я три, а оно, блядь, все режет. Ты его никогда не скажешь. А, ты здесь… Я тут хуйню всякую про тебя говорю. Я бы что-то говорила. Что она здесь говорила, скажите мне. Ну, ты очень долго режешь торт. Я бы хотела выпить за папу. За Лениного папа я бы тоже часто пила бы. Нам желаю того, чтобы у вас были такие же папы. Ну, это правда, это круто. Я тебе пожелаю счастья. Делай, что хочешь, но будь счастливой. Я хочу, чтобы ты так же, как и сейчас, с каждым годом становилась все прекраснее и прекраснее. На тебя просто смотреть, я не знаю. Каждый… Вика! Каждый твой новый имидж. Ты не ревнуешь? Чтобы все было сбалансировано, и ты чувствовала себя по-настоящему счастливой внутри. А все трудности, они всегда будут по жизни. Я хочу тебя расстроить. Смотри на своих друзей, ты поймешь, кто ты. Да, да, это кстати вообще. Какие тут приятные люди собрались, ребята. Ты уверена? Я очень многих как бы сегодня вижу первый раз, и реально очень приятные ребята. Меня. Все типа, особенно Нюта. Да. Особенно я. То есть ты можешь точно знать, что ты очень приятный человек. И нам с тобой приятно. А знаете, что я вам скажу? Женька-то приехала на ночь и водку пьет. А мой муж? Дура. С рождения меня. Друзья, пишите в комментариях, какие итоги вы подводите в этом году. Что вам 2017 год, год петуха, дал? Да, чем вы гордитесь? Ну, похвастайтесь, короче. Давайте, пока. С вами был канал Курага. Курага, Лерка, Женя и Лена. Пока-пока. С Новым Годом. С наступающим.